Игромания представляет Итоги года Потратили все на подарки близким и почти ничего не осталось на игры для себя любимого? Оформите дебетовую OpenCard банка открытия с кэшбэком до 3% на любые покупки. Карта обслуживается бесплатно, к тому же нет комиссии на снятие наличных в любых банкоматах. С OpenCard у вас точно будут деньги на подарок себе. Ролевые игры В этой номинации мы представляем игры, которые позволят не только примерить роль избранного спасителя всего и вся, но и немного поимпровизировать. Третье место. Pathfinder Kingmaker Pathfinder Kingmaker – это проект, что сначала привлекает громкими именами. У руля стоят ветераны отечественной игровой индустрии, сценарий написал легендарный Крис Авеллон, а музыку не менее знаменитый Инан Зур. Было интересно и одновременно тревожно следить за каждым интервью создателей и наблюдать за ходом разработки, но после выхода игры все сомнения развеялись. Pathfinder Kingmaker оказалась отличной изометрической РПГ. Большой, многоуровневой и абсолютно бескомпромиссной. На высокой сложности придется поломать голову даже ветеранам на столке. Однако, если вам интересна лишь история, включайте соответствующий режим и вперед. Благо Крис Авеллон недаром ест свой хлеб. Мир досконально прописан, сюжет полон закулисных интриг и крутых поворотов. А читать диалоги не менее увлекательно, чем рубить троллей в лесу. К сожалению, релиз Pathfinder Kingmaker не обошелся без проблем. На старте в игре было множество багов. Некоторые из них влияли на баланс, другие ломали квесты. Было сложно удержаться от того, чтобы не забросить игру до лучших времен. Сейчас разработчики поправили многие ошибки и продолжают выпускать патчи. Однако, момент упущен. Поэтому, третье место. Второе место заслуженно занимает еще одна изометрическая ролевая игра. А чему удивляться? После успеха первой части Pillars of Eternity, разработчики из Obsidian твердо встали на ноги и сразу же взялись за вторую часть. Pillars of Eternity 2 Deadfire — это, если и не образцовый сиквел, то, как минимум, достойное продолжение. Создатели бережно взяли все лучшее из оригинала и удвоили. Притом, речь не только о количестве контента, но и о его качестве. Боевка стала интереснее, прокачка разнообразнее, а количество квестов больше. Нашлось место и новым механикам. Например, главный герой лишился своего замка. Зато обзавелся неплохим кораблем. Он исполняет роль и игрового хаба, и средства передвижения. Единственное, что расстраивает — короткая сюжетная линия, а ведь продолжение выйдет еще не скоро. Достойные упоминания Ролевые игры из «Страны восходящего солнца» в этом году не смогли завоевать наши сердца. Нино Куни 2 Revenant Kingdom утратила большую часть очарования оригинала. Она милая, добрая и красивая, но слишком поверхностная во всем, от сюжета до игрового процесса. Тактические битвы и менеджмент королевства на некоторое время отвлекали от однообразного гринда, только и в них глубины не наблюдалось. Что же до Dragon Quest XI Echoes of the Illusive Age, то она оказалась слишком традиционной на наш вкус. Square Enix будто нарочно собрали в одной игре все клише жанра. Если их перетерпеть и не воротить нос от обязательных десятков часов прокачки, вы вполне можете оценить очаровательную сказку, которую кое-кто называет лучшей в серии. Но новички вряд ли захотят запрыгнуть на этот поезд. А вот серия Assassin's Creed сделала ощутимый шаг в сторону жанра ролевых игр. В Одессе больше не нужно просто бегать от цели к цели. Во главе угла стоят прокачка персонажа, исследование мира и квесты, выбор в которых имеет последствия. Если бы Ubisoft чуть больше сосредоточилась на глубине, разнообразии и значимости подобных квестов и выборов, игра вполне могла бы оказаться на одном из призовых мест. Будем надеяться, что разработчики продолжат развивать идеи, заложенные в этой части. Первое место. Kingdom Come Deliverance Когда убиваешь очередного жуткого демона в... да в любом из перечисленных выше проектов, невольно проскакивает мысль. Хочется чего-нибудь более приземленного. Осадить какую-нибудь крепость, отведать Эля, сразиться на рыцарском турнире. Что ж, теперь любителям простых радостей и тягот жизни в средневековье есть куда податься. Добро пожаловать в Kingdom Come Deliverance. Этой игре удивительным образом удается сочетать простоту образов и глубину игровых механик. Каждый аспект продуман до мельчайших подробностей. В бою вам нужно правильно оценивать обстановку. Во что одет противник? Где его слабые места? В какой руке он держит оружие? Чтобы сварить зелье, нужно помнить последовательность определенных действий. То же самое касается сюжета, диалогов и квестов. История в игре линейная, а вот способов выполнить задания не один и не два. Даже в общении с персонажами приходится вести себя по-разному. Одних можно запугать, других обольстить, а с третьими решить вопрос более деликатно. А ведь это только то, что лежит на поверхности. Kingdom Come Deliverance по-настоящему масштабный проект, который нельзя пропускать. Да, здесь нет возможности отыграть орка-друида или барда-разбойника. Да и не надо. Для этого есть буквально каждая вторая РПГ. А здесь можно закидать соседский дом навозом, напиться в харчевне и дать по кумполу настоящему средневековому рыцарю первое место. А какие ролевые игры 2018 года больше всего понравились вам? Пишите в комментариях. И не забывайте, следующая номинация откроется уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин